Это моя винтовка. Это винтовка Вальтер 300, с которой я стреляю. Это пневматическая винтовка. С ней мастер спорта по пулевой стрельбе Елена Лоскутова не расстается пять дней в неделю, по два-три часа. Улыбку у нее скорее вызывает то, что опять к ней приковано внимание прессы. И снова она демонстрирует свои занятия в тире на второй дачной. Стреляет она метко, но вышло так, что с рождения возможности ее ограничены. При этом она ловко надевает специальную куртку для работы с оружием. Специальные куртки у нас вот такие вот есть. Они здесь жесткие, когда мы приклад сюда складываем, чтобы приклад у нас не двигался. И шевелеска-то выстреливала. Поэтому специально называется машинка такая. И вот она такая жесткая. Ее тоже проверяют на жесткость. До занятий стрельбой она долго работала на кафедре философии медуниверситета. Начались проблемы с ногами. Потом несколько операций. В спорте ей помогает тренер Марина Моисеева. Говорит, здесь нужно специальное оборудование. Это стол со стойкой для винтовки, стул и многое другое. Все индивидуально. Все индивидуально. Сами изготавливаем, сами делаем. Потому что для каждого спортсмена нужно именно то, что для него надо. Либо нужно было под ноги такие маленькие кирпичики сделать. По правилам соревнований ноги должны быть параллельны с того. Тренер называет ее бойцом и ценит стремление к победам. С собой Елена принесла свои награды. Это множество дипломов и медалей. На них внимание средств массовой информации обычно и заканчивается. А это обратная сторона жизненной медали Елены Лускутовой. Она сирота. Ее жилище – настоящий лабиринт сразу с тремя заворотами, в которых Елена ориентируется лучше журналистов. Это моя комната. 14 квадратных метров. Я ее получила в 1999 году. Когда дом был сдан, тогда я эту комнату и получила. Я когда еще в школе училась, где-то на Новый год, ну, был еще, снег лежал, где-то, да, зимой. Мне сказали, что мне дали государство, так как я сирота. Мне дали комнату. На стенах портрет ее кумира Брюса Уиллиса. Аквариум с рыбками, спортивные награды и кухня. Здесь же в углу. Хотя в общежитии есть отдельное место для приготовления пищи. Но Елена не может ей пользоваться. Здесь нужно сделать так, чтобы, например, шкафчики, если вот здесь будут, то они должны висеть низко. Плита, она вот эта вот, вот такая вот еще может мне подойти. Вот эта уже не подходит для меня. Моет посуду в ванной комнате. Здесь хотя бы низкая раковина. Но помыться в ванной нельзя. Я не могу мне ноги, потому что не сгибаются. Как приходится мыться? К друзьям хожу. То есть вам нужна душевая кабинка, чтобы можно было просто как на ступеньку наступить? Да. Основная загвоздка в улучшении жилищных условий в том, что в 2009 году она приватизировала эту комнату. 12 лет назад Лоскутова обращалась в городскую администрацию. Говорит, из-за этого там ей и отказали. Дальше опять хождение по мукам на больных ногах. У меня очень долго не могли понять, например, в прокуратуре. Вы обращались? Да, обращалась в прокуратуру. Тоже туда же, через адвоката, которые выделяют сейчас людей от Академии права, чтобы помогать сиротам с квартирами. Я обратилась, и они, в общем, написали в прокуратуру. Там вот, это адвокат. И они долго не могли понять, зачем мне квартира нужна. Я звонила, мне, зачем вам квартира? Зачем? Я говорю, вот такая-то ситуация, что я живу в такой-то маленькой комнате, что у меня нету своего ни туалета под меня сделанного, ни кухни, что живу с мужчиной вообще, с чужим соседством в комнату. И для меня вообще ничего. Так они опять спрашивают, зачем вам? Вот они мне, там вот, девушка спрашивала несколько раз. И в итоге, конец разговора, она только потом сказала, зачем вам вторая квартира? Я говорю, мне не нужна вторая квартира, мне нужна одна квартира, но чтобы она сделана была, я могу сама потом ее под себя сделать, чтобы она была отдельная и под меня сделанная. Сейчас Елене помогает Сергей Филиппов. Он доцент кафедры гражданского права. Недавно они написали обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. После этого ее вызвали на диалог со следователем. Следователь была удивлена, почему так, лицо сирота, которое выпустилось из социального учреждения, я плюс еще и инвалид, которая должна была получить жилое помещение согласно с программой реабилитации, а это статья 17 закона о социальной защите инвалидов, всем известная, она получила вот это. Потом есть момент, не будем делать сейчас преждевременных выводов, пока идет следствие, как так, что она приортизировала вот это помещение. Лена дала, в общем-то, раскладку, как это все происходило, поэтому давайте не будем торопиться, что скажет следствие в этом ключе. Вот. Ну, нарушения они есть, вероятно, потому что время прошло много, человек приватизировал, но если посмотреть на заболевания, на хронические заболевания, этот человек должен был получить, наверное, немного иное помещение. Сейчас это главная мечта спортсменки, ведь у нее нет даже собственного звонка при входе в коммуналку из-за проблем с соседом. Когда он пьет, особенно, там, в общем, лучше, поэтому здесь, ну, его звонка нет раньше было. Будет другое жилье, будет и звонок, говорит спортсменка. Пока же она живет на пенсию по инвалидности и спортивную стипендию, а это чуть больше 30 тысяч в месяц, и не хватит на покупку новой квартиры. Да и со спортом становится все труднее, ноги доставляют все больше проблем.